Я понял, что у вас сейчас есть время Ответить на вопрос Давайте Да, я как раз свободен сейчас Еще не ушел Слушай, говорите Митрополит вам вручил награду Какой-то там 30 лет, по-моему Или сколько, Барнаульской эпохи Первый, как вы относитесь К этому, и второй вопрос Вообще Какие-то еще награды были ли у вас Когда-то, или Грамоты, митрополит Виталий, я знаю, вам давал Так, грамоты Грамоты были, не одна А вот так, чтобы что-то Руками взять, как это Ну, я могу показать даже Такого у меня Давно не было, я и забыл Потому что никакого внимания на это не обращаю Вот он у меня Тут главное не просто крест А три креста Вот сама по себе крест Вверху, от которого пальцем задевает крест И на храме крест Три креста Я могу снять даже А уже выставили Дело в том, что Я вел очень много занятий В мирских Организациях Одновременно в пяти институтах И Не только там, а В тринадцати школах Полиции, тогда милиция была В разных органах Где приглашали Перед учителями Собирали их вместе Там завучи, директоров И за мной заезжали внезапно И туда В воинских частях И вот однажды Я как раз больше всего Вел в университет Технический университет Больше тридцати тысяч студентов Самый большой По объему В Сибири Ректором Тут Евстигнеев Владимир Васильевич Себе где-то черкни Только откроешь В интернете И напиши Профессор Я не могу на эти вопросы Ответить Потому что Он почему-то Не просто Ну здоровался и все А вот допустим Он зашел У нас занятия идут У нас 410 аудитории Или там у него Какое-то собрание Академиков Он из-за стола Сразу выходит У меня увидел Что я сижу Приемный-то Он сразу машет рукой Заходи Я захожу Он из-за стола Вылазит Подойдет Вот так вот Обнимет При всем народе Да мало того Поцелует Вот И говорит Я преклоняюсь Перед этим человеком Так только руками И вот такое дело Он однажды мне и говорит У нас Такое есть Говорит Явление в России Сейчас Богатые люди А образования-то нету То есть Они не знают Как с людьми Разговаривать Что самое главное Разбогатели Ну Лихие 90-е годы Но я говорю Да так Так все и есть Так они желают Чтобы уровень свой Поднять О Я говорю Это редкое явление Но они долго Долго там Советовались Где-то И они избрали Человека Я говорю Слава Богу Ходик Так избрали-то вас Я так вот А при чем тут я Нет Мы им предлагали Там академики Профессора Которые там В других городах Командировках Они оказывается Знают Следят за этим-то Я говорю А обо мне Как они могли узнать Узнали Смотрели фильмы Кто-то ходил Видимо на занятия Там Есть люди Которые военные Депутаты И когда собрались Они отмели Абсолютно все Только на вас Я говорю Не знаю Я как всегда Буду говорить о Христе Вот и говорите Ну назначили В другом корпусе Корпус там А есть И я туда пошел Они Солидные люди Не голодные Потом они у меня В Потеряевку приедут Они будут Помогать Что мне надо Там тестомес достать Чтобы на кухне Руками Тесто месить Сразу На сто булок Кирпичи Разные Продавали Где-то Ну я начал С ними Вести занятия Ну а что вести Я говорю о Библии Мировое искусство Достал там Какие плакаты Что о нас было сказано Государственные фильмы Занявшие первое место На международном Конкурсе О православии Документальные фильмы Причувствия Глаз попивающего В пустыне Ну вот такие там Ну и когда все кончилось Сколько я не знаю Я по два часа Без перерыва Два часа И Без перерывно Так всегда делал А потом Когда уже Ну стали разные люди Приходить Ну студенты А они там Надо бежать Поэтому Стало Перерыв у меня быть И вот Он на меня Опять вызывает Владимир Васильевич И говорит Сходите Получите деньги Я говорю Какие Ну вы занятия вели Владимир Васильевич Да я что за деньги делают Я никогда за деньги Не буду проповедовать Никогда Я их Ну даже если дадут Сунут в карман Я их до дома Не донесу У меня закон Такой Если мне в кармане Положили 100 Я в этот же день Должен дать 105 То есть чем больше Мне суют Тем беднее Я делаюсь Эти принципы Я сам создал себе Ну и здесь Так вы не думайте Это не Это Не наш университет Платит А они богатые И поэтому Я говорю Как Как они могли высчитать Ну ставка Какая ставка Профессор Я говорю Какой профессор Я дня не учился В университете Профессор Да еще там Нас есть И чуть ли не лауреат Нобелевской премии Как премиальная Я пошел Я такой цифры Даже не видал Ну что Получил Я и до дома Донес или нет А он Меня тогда И говорит Вот тогда Награждать Видимо Они попросили Чтобы наградил Меня Вот какое Это большая Она тяжелая Такая И вот я переверну Вот так И вот тут Ленточка такая Ее на шею надевают Ну как По ноге я У епископа Вот начнешь Рассказывать Это невозможно Даже Я ее принес Положил И это было Ну лет 12 назад Я ее ни разу Не видал И забыл Так и этот Я додуман Ты когда шел Сразу ее отстегнул И положил Ну это хорошо Потому что Сразу отношение Ко мне меняется Стоит здесь Метрополит Награждает И они все стоят И давай там Царю Небесной Петей Я ушел Когда И он Главное Для меня важно Что он дал мне Документ Сразу же сказал Сделать документ Что я подарил Что я подарил Им Четырехтомник Проповеди В стихах Второе И проповеди В освете Святой Библии Семь томов И крестину Православию Семьдесят Экземпляров Раздали Это второе Издание Ну Это же деньги Большие Вот И мы приняли И на бланке Печать И подпись Метрополита Это что-то значит То есть Для тех Которые Сильно Ненавидят Меня Там Говорят Из-за угла Камни кидают Это им Сразу же Стало поперек Они не могут Ничего сделать Даже было такое Как-то Когда-то мы Разъезжались По терябке Я говорю Владыка Чтобы нас Заочно Не разделили Ну На капа где-то Он говорит Уже стучат Копытами Вот так Показал То есть Нечистая сила Чтобы Разъединить Нас Мне про него Что-то рассказывать Я даже Не слышал И не знаю Вот Вот Бог как дал Потому что У меня события Такие были Я рассказываю Люди не верят Вот Я никогда Златоуста Еще не читал А когда обратился Три с полномесяца Прошло И я у пятидесятников У баптистов Я Православный Меня представляет Православный проповедник Я проповедовал И только Спустя Много лет Когда уже Начал я начитывал Златоуста 12-й тому Я увидел Что я читал по нему Этого не может быть Может Кроме того Я был Как говорят Душа общества Знать много Анекдотов Просмешить Это Для меня Пустяк был Но когда я Обратился Я понял Что надо Вытряхивать И надо Выщищать До блеска Я помолился Господи Удали от меня В это Люди Не верят Я утром Встал Ничего Нет Ни одного Нигдота Ничего Нигде Как будто Никогда Не было И в этот сосуд Бог Начал Тогда Мне давать А что давать Начал Тут уже Секрета Нет Тут Любые знают Сколько времени За Библию Проводили В среднем 10 часов Сутки Ты слышал Как я Однажды На березе Гнездо Как шимпанзе Свел Слышал Я был в Ратвии Вы заснули Там даже А Вы даже Заснули Там Или как Потом Нет Я Хотел Чтобы мне Никто не мешал Когда я считаю Библию Я ее взял Библию Польшой видимо Парман был И ушел В лес И там есть Распадок Такой Низинка Ну я там Отдельно Когда уже Стало темняться Я залез на березу Смел видимо Гнездо Привязался Утром Когда проснулся Надо думать Чтобы не упасть Там Туман Стелется Представь себе Мне 24 Года И я там На березе С Библии Утренне Восходит солнце Лучи падают И я Библию Обнял И на березе Сижу Один Тайга Не за Придумать даже А я Ничего не думал Я просто От людей Отошел Чтобы никто Мне не мешал Есть момент И я же Не знал Василия Великого Не знал Иронима Стридонского Ничего этого Не знал Меня Господь Просто Поставил На это Ну вот так Вот теперь Вот этот Орден Ходотайствовали Люди Не церковные Когда они Услышали о церкви И старались Помочь После этого Я что Только скажу А они Вот они А я ходил На занятия К вам Понимаешь А у меня Детский лагерь Отовсюду Нужен Кирпич Там Цемент Все мне дают Это Бог Делает Без Бога Ничего Не сделаешь Я Потеряю А у меня Здесь Вот два Здания Ну вот Здесь Это вся территория Тринадцать соток И поставлена Одна была Душа Егоренка Надежда Павловна Вот А у нее Фамилия Видно там Татарская Или какая Ну до того Она исполнительная Была Я ей наказываю Что нужно Я говорю Сходите в городскую Администрацию Попросите Кто может помочь Нам бы Овсяные хлопья Она пошла На Макарова Наткнулась А он депутат От воинской частей Военной И они в другой город Заказали И привезли Четыре с половиной тонны Тонны Колодец сделали Когда Точно так Кольца надо Бетонные Это Ну Вы знаете Тут был какой Губернатор И такой же Как Зеленский Людей смешил Евдокимов И вот Я сдал Записку там Или как-то Написал Что мне нужно Вот такое А он Говорит Не понимал Ничего В моей памяти Он остался Таким Каким Он отозвался На мой голос Сразу Привезли Крупнозернистый Песок Сабосвал Там Гравий И вот Эти кольца На следующий день Вот Для меня Он остался Таким А то Не понимает Но он Чувствительный Был Вот такое Дело Откуда У меня Эти награды Там может Было еще Что-то Я никакого Отношения Не имею К ним Совершенно Я не брежнев Собо их цеплять Вот Если Я до дома Дошел Снял И благодарение Богу Но отношение Людей Конечно Сразу Сразу Пока Они Сравнивают Со святой Это Это благочинно Я догадался Будет Будет Ну Я не знаю Где-то Нажимал У меня Ничего Чищи Не было А я Здесь Перекачиваю На аппарат Ну Понятно Где-то Да Но у вас Тоже У вас Надежный Самый метод И даже Если что-то Здесь Слетит У вас Там Остается У вас Хорошая Я Делал Это Когда Начинаю Нажимал Где-то И посмотрел У меня Хуже Аппаратура Такая Или что-то Ну То есть Я довольствуюсь То что есть И благодарю Что зашел Брат Задал вопрос Ну А можно ли повторить Нельзя Потому что Далеко Мы отошли От того времени Это момент был Когда ничего Не знали Меня на расхват Даже Трудно найти Организацию Куда бы не Приглашали Вот я Подхожу К дому Уже В потемках Стоят Два Человека Я подошел Вижу Военный Я говорю Что Сказали Вы где-то Там Где-то Там Где-то Там В тюрьме Я там Я Выступаю Приехали Собрали Прокурора Помпрокурора Всего Края И за мной Приехали Полковник Приехал Выступите Перед ними Я говорю Так я Если выступлю Они разбегутся От вас Какими Они должны Быть Но Я не говорю Тут мы посудили Говорит Решили Захарахтовать Самолет Танковой части И какое-то еще Чтобы вас на самолете С одной воинской части Другую перекидывать Они от меня Самый лучший Большой Кинотеатр И Меня там Не могут Протащить Ну там Несколько частей Полный Театр И даже Проходы Не про Ну я выступаю Я им говорил Валерий Что там Неизвестно Неизвестно Ни одного Но молимся Он Не воевать Ему будто бы Сказали Где-то там Нужен был Болгатери Или что-то такое Он пошел То из-за денег В это время Деньги Взял У нас Одного А вот Тот Пришел Жаловаться В доме Престарелых Там Инвалидов Ну я Ролик Есть Я крепко Поговорил Немедленно Найди И он Нашел Выход А сейчас Платят Они Объявления Везде Висят Сколько За год Там 4 миллиона С чем-то Я сегодня Снимал Я когда это объявление Первый раз Увидел Объявление Это я увидел Когда первый раз Я думаю Прям предлагает Дьявол Душу Продать И деньги Позвращает Вот прям Душа твоя Стоит столько Вот давай Иди Ну вот Рустик То он Как рентгенолог По специальности Там много Поломанной ноги Чего-то нету Так у этого нет Он оружие в руки Не берет Но Он тут Пал Нехорошее дело И теперь он везде Просит помочь Чтобы Потерпели его Когда-то Он напал на нас Я с тех пор Ему никак Но если что-то А вот все Абсолютно Вы мой Духовный отец Там такой Ой-ой-ой Ты помнишь Что-то один Пел По какому случаю Это ой-ой-ой Да Помню Мне это Не нравится песня Ничего не нравится По-другому Пахнет Разве Наоборот Понятно Она Люди не понимают Он и говорит Только газу Гады ходят Мимо таза Ну и все Унитаза Вот Все Это наоборот Человеку необходимо Задуматься Как-то было Что-то Зашевелилось Говорят Если только будет Военная тревога В Москве Вода может прекратиться И идти Оттуда будет Выдавливать Верхние этажи Выдавить вниз Мы по колено В дерьме будем ходить Когда вы вспомните Какая-то работа Такого человека Что он вывозит Да Есть такое дело И говорит Нужно Объединять 100-150 человек Прямо едем В автобусе И Бегущие Надо Образовывать Где-то Брать землю И сразу обрабатывать Нигде ничего не будет Жить будем на том Что есть А вот тут-то Потеряевка изгодится Да Ну все Сейчас приходится Людей за деньги Заманивать А раньше За идею шли За Родину А сейчас уже За Родину Мало кто идет То есть уже Ну сейчас этого нету Говорили Поменялись Был и Когда-то было Собрались Это Конгресс Интеллигенции Там Лауреат Нобелевская премия Был Жаря Славперов И меня пригласили Ну там вообще Люди Разные Разные А в Бога Почти никто не верит Говорю тут Национальной Объединяющей Идеи не было Раньше было Пролетарий Все там Соединяйтесь На каждой Газете Но соединились Нет Я говорю Она есть Но надо опробировать Я говорю Сколько Ну года три Я говорю Сорок лет Опробирую Сорок лет А какая Я говорю Дети О А мы и забыли Дети Я говорю Воспитанные Все Дети воспитанные Я говорю Во Христе О Застонали А там Мусульмане Там есть Разные Я говорю Дети воспитанные Во Христе Абортов нет Разводов нет Воров нету Все что сегодня Делается Которых арестовывает Там по указке Белоусова Андрея Ремовича Там нету Потому что Верующие Верующие Всегда видят За ним Наблюдает Великий Правдолюбец Поэтому За мной Сидеть не надо Не надо Я делаю То что Господь Сказал Когда готовились У нас Зарубежные Поездки По всем Странам Европы Ну я Стал узнавать Какие Требования Когда другие Ну а там Уже сделали Как государство От государства Только стоит Знак И нету Никаких Пунктов Ничего Нету Я все Узнал И нам Потом я Переплетчик Переплел себе Там Получилось Хорошая Журнал Ни разу Не потребовалось Почему А мы делали Как Бог велит А остальные Законы Ниже Да Ну и люди Там Другие Чем у нас Обычно Как Вот написано Обязательно Мы едем В дороге Подъезжаем К Вене Австрия Заранее сообщить Какой там Отель Чтобы нас Там приняли Машина Там все Мы никуда Не ходили Где мы остановились Как проезжаем Ну там Ну бывает Какой-то Тачок Такой Что-то Продают Или что-то И собаку Нельзя отпускать Мы не отпускали Я уходил далекой Там гулял Она зачипирована Все А здесь Заметили Нас мы обедаем А собака Привязанная А машина Павлицейская Подъезжает Как он Ураган Залаял Они обратно В машину Уехали Больше их нету А у нас Бонус Пистолет Поднял бы Что угодно Там по-другому Смотрят То есть Мы никому Ничего не сделали Плохого Мы приезжие Гости У нас было так Мы едем Где-то Сейчас я не могу Сказать где Но какая-то Такая страна И вот Мы остановились А перед нами На колени Перед буфером Первым Стоит и подграфирует О Россия Путин Газель Газель Машин Россия Путин Газель Ну так интересно Мы нигде Ничего не нарушали Говорили В Поршу Заехать Это там Ничего нет Даже из машины Не вылазили Подали Она поставила Пищать И проехали дальше Не сошлось Вот как было Ну а Уже говорить Мы можем Остановка Всегда была В Германии Вот это Сортисон Валентина Тут с нами Мы у них Останавливались А в Грузии Ну тут вопрос Другой У отца Наума А в Москве Вот это Ну у Кирилла Сахарова Игумена Нас как будто Там ждали То есть у нас Как-то Господь Все это делал Мы заранее Это не подготавливали И мы были Желанные гости Выступали Говорили Может видел В Грузии Я говорю с переводчиками Да-да Видел Я расшифровывал Даже проповедь Да Ну вот Такое дело Ну что брат Книги подарил я Подарил Отцу Кириллу Книги Он благодарил А ты С кем Один был Или с кем Нет Иван Грибанов Был И Алексей Петрухин Ну бумагу Какую-то Бумагу дал Какую-то Написал Дал Я отсканирую Вам переброшу Понятно Ну приняли Хорошо Все хорошо Уехал У него Какое-то Мероприятие Было Ага Так Значит Этот вопрос Отпадает А вы Лемеша Знаете Дмитрия Да-да Знаю Мы с ним Встречались Ему Скажите Что мы Сходили А то Он еще Пойдет А я ему Написал Я ему Добавил Здесь Информацию Да Я ему Ну а теперь-то Вы знаете Куда ходили Да Только видите Я хотел его Взять с собой Туда К митрополиту А он говорит Если вы Меня найдете Это ваше Будет последнее Можно взять Я говорю Такое ему скажу Что Я говорю Тогда не ходи Так что-то Стало затягивать Меняет Ну все Пока Отошел Да Все С Богом С Богом С Богом